Имя Господа И безопасен Основание нашей сегодняшней беседы будет книга Исход, 3 глава То, что можно назвать духовным приготовлением Моисея, описывается во 2 и 3 главе книги Исход В этих главах рассказывается, как Господь формировал характер Моисея, развивая и раскрывая в нем именно чувство обостренного стремления к справедливости Сначала Моисей пытается защитить собрата еврея и убивает угнетателя египтянина Книга Исход, 2 глава, 11-12 стих Потом Моисей разнимает уже своих собратьев Книга Исход, 2 глава, 13-14 стих И, наконец, затем Моисей вступается за дочерей Мадьянского жреца, которых отгоняли от колодца Исход, 2 глава, 16-17 стих Но с точки зрения истолкования святых отцов Главное качество, необходимое для духовного лидера Он приобрел тогда, когда в течение десятилетий пас овец у своего тестя, священника Мадьянского Потому что иногда чувство обостренной социальной несправедливости И реакция на это чувство может проявляться у разных людей Очень много диссидентов Это те, которые говорят о справедливых вещах Но исторический опыт показывает, что когда эти люди доходят до власти Они оказываются неспособными управлять обществом Потому что они умеют только разрушать И отцы церкви, которые настаивают на том Что вот то, что Моисей с 40-летнего возраста до 70-летнего возраста Был пастухом Вот те способности, которые он приобретает именно здесь Они потом помогут ему Пасти уже овец словесных И мы читаем 3 глава 1 стих «Моисей пас овец у Иофора, тестья своего священника Мадиамского Однажды провел он стадо далеко в пустыню И пришел к горе Божией Хариву Было бы более точно перевести, что Моисей Пасет овец тестья своего Уводя их далеко за пустыню И действительно, как можно пасти овец в пустыне Тому может быть две причины Первая причина может заключаться в том Что Моисей щепетильно относится к чужой собственности И не хочет наносить любого ущерба Чужим владениям, чужим лугам И наделом земли под выпасовец Осторожный в мелочах Он реально мог быть возвеличен Богом За строгое стремление Исполнять все точности закона Божия Я бы даже сказал все тонкости закона Божия Вторая же причина Моисеева удаления со стадом От этого мира Есть осознание или, скорее даже, интуитивное предвидение Великой Божьей миссии, которая ему предстоит Он должен провести Божий народ Среди агрессивно настроенных племен и народов И в течение сорока лет водить его по пустыне Как овец среди волков Сами взаимоотношения создателей с его творениями Рассматриваются в Библии как взаимоотношения Пастыря, пастуха с его овцами Есть другие образы Взаимоотношения отца с детьми Взаимоотношения жениха с невестой И даже действия горшечника по отношению к горшку Но Бог предстает в Библии и как пастырь И в книге Изакеиля, 34 глава, 12 по 13 стих Мы находим такие слова Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из тех мест, в которые они были рассеяны В день облачный и мрачный И выведу их из народов И соберу их из стран И приведу их в землю их И буду пасти их на горах Израилевых При потоках И на всех обитаемых местах земли сей Существует предание о том, как однажды Моисей потерял маленькую овечку Долго искал и, наконец, нашел ее близ бурной реки Овечка хотела пить, но не решалась сама подойти к столь яростно шумевшему потоку В умиление Моисей воскликнул Бедный ягненок, я не подумал, что ты просто хочешь пить И поэтому ты побежал к воде Ты устал, и вот я помогу тебе Напоив овечку, Моисей отнес ее на собственных плечах к стаду И сказал тогда Господь Бог Ты испытываешь сострадание к стаду Принадлежавшему обычному смертному человеку из плоти и крови Отныне же ты будешь пасти Израиль, мое стадо И мы знаем, что не только вождь еврейского народа Моисей был пастухом Авраам, Исаак, Иаков, они тоже были пастухи Царь Давид, великий пастырь еврейского народа Божественный пастух Он тоже учился терпению, общаясь с бессловесными овцами Выражение «и пришел к горе Божией Хариву» С одной стороны, как бы предвосхищает славные события, связанные с этим местом С другой же стороны, может свидетельствовать о том Что чудесные события начались сразу, как только Моисей со стадом пришел к горе Существует такое предание, когда Моисей проходил мимо горы Харив Он обратил внимание на то, что птицы боятся приближаться к горе И кружат в отдалении Когда же Моисей направился в сторону горы Ему представилось, что гора в ответ как бы сама начинает движение в его сторону Как только Моисей отступал, гора также возвращалась на прежнее место И только тогда, когда Моисей, подойдя, вступил на подножье горы Харив Она как бы обсела и застыла на одном месте Те из вас, кто какими-нибудь судьбами побывал в пустыне Не сочтут подобное предание недостоверным Известные миражи великих пустынь Действительно, то приближают крайне удаленные предметы Или ландшафты, то удаляют их от нас И далее мы читаем Выражение из синодального перевода В пламени огня представляется слишком неопределенным Наподобие словосочетания масло-масляное Правильнее перевести из сердцевины огня А терновый куст с одной стороны указывает на материал Наиболее податливый огню С другой же стороны указывает на самое малозаметное дерево местной флоры Неудобное и корявое Именно так и воспринимаются дети Божии в этом мире Как что-то неудобное и корявое Сказано Первое послание Коринфянам Первая глава 26 по 28 стих Посмотрите, братья, кто вы призванные Немного из вас мудрых по плоти Немного сильных Немного благородных Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых И немощное мира, избрал Бог, чтобы посрамить сильное И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее Избрал Бог, чтобы упразднить значащее Климент Александрийский христоцентрично воспринял видение неопалимой купины, покрытой колючками терния Когда всемогущий Господь вселенной предпринял через посредство логоса издание закона И восхотел явить пред Моисеем свое могущество Является тому божественное видение в форме света в горячем терновом кусте Терновый куст есть растение колючее И когда логос закончил законодательство и жизнь среди людей таинственным образом Он опять увенчивает терновым венцом Возвращаясь туда, откуда пришел Окончил он дело своего древнего прихода Как прежде логос явился в терновом кусте Так и потом схваченный он в терновом венке Показал, что все это дела одного и того же божественного всемогущества Что он есть единый сын, единого отца Начало и конец мирового времени Конец цитаты Как тут не вспомнить известное высказывание немецкого богослова Карла Барта Что Христос есть подлинный смысл человеческой истории И в понимании отцов церкви многих Моисей на этой горе будет общаться с логосом, словом То есть со второй ипостасию Святой Троица, Сыном Божьим Литургическое богословие созерцает в неопалимой купине Церковное литургическое богословие Созерцает в неопалимой купине и саму Пресвятую Деву Марию Которая приняла в себя неопально того, о ком сказано «О, если бы ты растург небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня» Пророк Исаия, 64 глава, 1-2 стих Преподобный Иоанн Дамаскин именно так истолковал данный образ Купина была образом Богоматери И Моисею, намеревающему к ней подойти Бог сказал «Сними обувь твою с ног твоих» Итак, если земля святая, на которой был явлен Моисею образ Богородицы То во сколько раз больше этот образ Ибо он не только святой, но, осмелюсь сказать, даже среди святых святой Конец цитаты В любом пророческом явлении И само Слово Божие, те образы, которыми оно сопровождается, как бы равноценны Причем иногда Слово Бога есть раскрытие видения А иногда наоборот Пророческие видения наяву более явственны Ярки и сразу запоминаются Нежели видения сонные или пророческие видения в состоянии обморока Смотрите книгу чисел, 24 глава, 4 стих Иногда же чудесное, необычное явление Может приуготовлять человека к самому пророческому диалогу Как бы постепенно приучая, вводя его человека в него, в этот диалог Ну и сами слова, которыми мы говорим Они являют нам некие образы Иначе бы мы их не распознавали бы И далее 3 глава, 3 стих Моисей сказал Пойду и посмотрю на сие великое явление Отчего куст не сгорает И древнехристианские экзегеты Предлагают такое рассуждение Когда Моисей увидел, что купина пылает и не сгорает Он, подивившись видению, сказал Пойду и посмотрю на это явление Но не то, чтобы он сам подразумевал Что пойдет через некое пространство Перейдет горы Или преодолеет скалы и долины Явление было тут же, перед лицом и перед очами его Но он сказал Пойду, чтобы показать Что небесное явление Напомнило ему Что он должен вступить в жизнь более высокую И от того, среди чего он жил Перейти к лучшему Слова, переведенные у нас как Пойду и посмотрю Правильнее перевести как Сверну я Пожалуй и посмотрю Именно так и понимает их святитель Григорий Великий Папа Римский Он пишет Потому Моисей, который искал славы Высшего созерцания, сказал Пойду и увижу видение Если бы он сердцем не сделал шаг в сторону От любви к миру сему То никак не мог бы постичь вышнее То есть для того, чтобы начать движение к Богу Надо свернуть с путей этого мира Пойду с латинского Поверну А сделать шаг в сторону Означает свернуть с прежнего пути Человек, способный обратить внимание На необычное явление Не пройти мимо него Это человек с обостренной внутренней интуицией Именно такие люди способны Оставить свои стада человеческих проблем И задуматься о чудесном И называются мистиками Для которых надмирное Более реально И тем более намного значимее Повседневного и будничного В православной традиции Мистическое богословие Раскрывает для людей Созерцательного типа Менее, может быть, деятельных Но более созерцательных Великие таймы Здесь перед нами Раскрывается еще одна причина Почему Моисей Провел стадо далеко в пустыню Он мог искать уединение От шумливых язычников Мадиама Ведь и сам Сын Божий В ответственные моменты Своего земного существования Искал уединение И тишины Без которых невозможно Расслышать Истинному человечеству Истинного божества Сказано Иисус удалился оттуда на лодке В пустынное место один Матфея 14.13 И еще Иисус же, узнав, что хотят прийти Нечаянно взять его И сделать царем Опять удалился на гору один Иоанна 6.15 Так и Моисей И тем более каждый из нас Оглушенный криками И визгами Так называемого Цивилизованного мира Нуждается в раздумье Тишины И несуетного Одиночества Хотя бы на некоторое время На год Или на месяц Пусть даже всего лишь На один день Или один час Темпы современного мира Наступательные Информационные потоки Поглощают сознание И возвращают его нам Искаженным Надорванным И полуистлевшим Нам не хватает Вдумчивых советов И тихих наставлений Которые можно Расслышать только сердцем Мир политики Да и религий Кричит Агитирует Пропагандирует Занимается своим Маркетингом А нужно остановиться И остановить Несущиеся По нашему сознанию Отнюдь Не наше Чувство Чужие мысли Услышать голос Древности Голос Не надрывный А рассудительно Спокойный С тихой Радостью Личностного Общения С прошлым Сказано Так говорит Господь Остановитесь На путях ваших И рассмотрите И расспросите О путях древних Где путь добрый И идите по нему И найдете покой Душам вашим Пророк Иеремия 6 глава 16 стих С другой стороны Вопрос Великое явление Отчего куст Не сгорает Это Экклезиологический То есть Церковный вопрос Рационально Невозможно Объяснить Существование Народа Божия В двух его Исторических Измерениях Ветхозаветного И новозаветного Времени Священная история Ветхозаветной церкви Показывает нам Сколько раз Существование Народа Божия Приближалось К трагической Черте Окончательного Решения Еврейского Вопроса Это происходило В Египте В Вавилоне В Персии В Греции В Риме Это происходило В фашистской Германии Теперь Это происходит В Палестине Но и Священная история Новозаветной церкви Которая продолжается До сих пор Являла Трагические страницы Попыток Полного решения Церковных вопросов Закрытия Христианского Проекта Как в античные Времена Так и Во времена Введения Исламских войн В советский Период В период Французской Буржуазной Революции И теперь В период Торжества Либерального Тоталитаризма В реальности В СССР Большую часть 20 века Происходили Гонения На церковь Это в частности И безбожные Пятилетки И обещание Никиты Хрущева Показать По телевизору Последнего Русского Священника Но самое страшное Гонение Еще впереди И у пророка Даниила Мы находим Слова И наступит Время тяжкое Какого не бывало С тех пор Как существуют Люди До сего Времени Но спасутся В это время Из народа Твоего Все Которые найдены Будут Записанными В книге Порок Даниил 12 глава 1 стих Залог Залог того Что Неопалимая Купина Народа Божия И Святой Церкви Никогда Не погаснет И будет Осиять Мрак Последних Времен Огненными Языками Благодатных Даров Духа Святаго Неопально Для самих Ее Носителей Это слова Создавшего Закон И Церковь Нового Завета Произнесенные В Кесарии Филипповой Я создам Церковь Мою И врата Ада Не одолеют Ее Евангелие От Матфея 16 глава 18 стих И далее Мы читаем Господь Увидел Что Он идет Смотреть И Возвал К Нему Бог И Среди Куста И сказал Моисей Моисей Он сказал Вот я Господи Ангел Господин Как я уже Отметил То есть Сам Божественный Логос Общается С Моисеем На этой Горе Второе Лицо Святой Троицы Сказано К Предвозвещает Логос Логос Слова Моисею Дважды Называя Его по имени Моисей Моисей Повторение Имени Дважды Всегда свидетельствуют Моисея 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 Которая Которая Означает Вытаскивающей Извлекающей Таковым Является Каждый Служитель Церкви Который Помогает Другим Вытаскивает Извлекает Их Моисей Отвечает С такой же Пророческой Решимостью На призыв Бога Как Авраам И Иаков Вот я и тем самым показывая свое не только плотское, но и духовное сродство с древними пророками. Конечно, Моисей мог бы и не послужиться божественного призыва, он мог остаться счастливым пастухом большого стада и счастливым отцом своего семейства, но подлинное счастье человеческой жизни – это и есть распознать Божье намерение относительно себя самого и жить в соответствии с этим замыслом Творца о нас самих. Несчастье многих людей как раз и заключается в том, что они, не распознав Божьего повеления относительно самих себя, занимаются абсолютно не своим делом. И далее мы читаем Исход 3 глава 5 стих. Любая материя, через которую Господь проявляет свое присутствие, освящается и воспринимается как святое, как святыня, и посвященное святым и, следовательно, освященным может считаться и земля, как мы прочитали, и целый народ. Смотрите книгу Даниила 7.27. И гора, смотрите Даниила 9.16, и город, смотрите Даниила 9.24, и одежда святого, может считаться святой. Смотрите книгу Деяний, 19 глава, 11-12 стих. И мощи святого, тоже святыня, источающая токи Божьей благодати. Смотрите 4 царств, 13 глава, 21 стих и так далее и тому подобное. В призыве снять обувь с ног своих преподобный Ефрем видит и призыв к мщению. Сними обувь твою и иди, попирай египтян, потому что вот уже тридцать лет, как настало время собирания их, как виноградных гроздьев. Моисей пошел посмотреть, потому что он не испугался. Но когда ему явилось видение, которое было невыносимо для глаз его, закрыл лицо свое, потому что боялся взирать на Бога, хотя он прежде смотрел на ангела. Конец цитаты. Сказанное в книге Бытия И рассказал главный верночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилась вот виноградная лоза передо мною, на лозе три ветви, она развилась и показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Бытие. 40 глава. 9 по 11 стих. Всем известен смысл этого пророческого сна по отношению к виночерпию. 40 глава. 12-13 стих. Но есть у него и скрытый смысл по отношению ко всему Египту. Это империи зла. Три ветви. Грозди. Это три божьих пророка, которые должны будут опрокинуть весь Египет, вточило божьего гнева. Это пророки Моисей и Арон и пророчница Мариам, их сестра. Все они выполнили свою миссию в деле великого сокрушения оккультной цивилизации Египта. В том, что чашу подают в руку фараона, содержится пророчество, что и сам правитель Египта пострадает от чаши гнева Бога. Преподобный Ефрем Сирин и в этом видит миссию Моисея. Свидетель Амвросий Медиаланский показывает в снимании Моисея своей обуви призыв для каждого верующего совлечь преграды плоти и ступать босою стопою духа и ума. Но смысл этого наставления Амвросия очевиден. То, на что человек привык опираться в обычной жизни, не всегда приемлемо при исполнении воли Господа. Святитель Григорий Назианзин видит в этих действиях Моисея призыв для священнослужителей отвернуться, пристав пред Богом, от всего тленного, чтобы не внести чего-либо мертвого между Богом и людьми. Конец цитаты. Сандалии делались из кож мертвых животных. Призыв «сними обувь твою, с ног твоих» на языке оригинала звучит еще более радикально. Здесь слово «сними» правильнее перевести словом «скинь», то есть «сбрось». То есть, если наступает момент богообщения, «сбрось», «скинь» любую омертвелость. По звучанию этого слова на иврите «шин», «ламет», близкое к слову «сбросит», «ишаль», «сорвется», «венашаль». То есть, речь идет о том, с чем необходимо расстаться самым решительным образом, особенно в ситуации, создавшейся тогда. Подобное произошло и с Исаией. Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так пойди и сними вретище с чресел твоих и сбрось сандалии твоих, ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. Исаия, 20 глава, 2 стих. И в то же время мы находим в Новом Завете такой призыв «Итак, станьте, припаясь в чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Послание к Эфесянам, 6 глава, 14-15 стих. Кажущиеся противоречия двух этих стихов из книги пророка Исаия и из послания апостола Павла к Эфесянам мы разрешаем следующими словами Сына Божия, который, наставляя своих учеников перед началом проповеди, говорил «И берите с собой ни золото, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви». Евангелие от Матфея, 10 глава. То есть припаясь от Саната не только набитым кошельком, но истинной правдой, и обуться не в сандалии, как символ мёртвости, но обуть ноги в готовность благовествовать мир. О мёртвости обычных сандалий Плажин Августин писал «Какую обувью мы пользуемся? Это ремни из кожи павших животных, кожаные ремни мёртвых животных служат для нас покровом для ног. Что же от нас требуется? Отказаться от мёртвых дел». Это показано в славе, на примере Моисея, когда Господь говорит ему «Сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Что есть святая земля теперь, как не церковь Божия? «Стоя на ней, давайте снимать обувь мёртвых дел. Откажемся от них». Конец цитаты. О том, что такое мёртвые дела и откуда они исходят, мы можем понять из слов Сына Божия. Евангелие от Матвея, 15 глава. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». О средстве, могущем избавить нас от этих мёртвых дел, со всей очевидностью сказано, то кольми, то есть тем более паче, кровь Христа, который Духом Святым принёс себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Единственную мёртвость, которую мы должны носить в себе, это мёртвость Господа Иисуса Христа ко всякому греху. Апостол Павел наставляет нас. Всегда носим в себе, всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. И далее мы читаем исход, 3 глава, 6 стих. И сказал ему, «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лице своё, потому что боялся воззреть на Бога. Слова «Я Бог Отца Твоего» нуждаются в особом объяснении. То, что над каждым верующим человеком есть, присутствует его Бог, само по себе не является тайной. Но здесь, прежде чем сказать о Боге Авраама, Исаака и Иакова, Бог называет себя Богом Амрама, Бог Отца Твоего, то есть Отца Моисея. Смотрите, исход 6.18. Этим самым Господь как бы что-то объясняет. На этот счёт существует предание, что Бог обратился к Моисею голосом его родного отца Амрама. Это было сделано Богом для того, чтобы установление пророческого контакта сделать максимально безболезненным. В случае с первым пророческим призывом Самуила мы наблюдаем подобную ситуацию. Всякий раз, слыша голос Бога, отрок Самуил принимает его за голос своего наставника и поспешно бежит к нему, пока сам Илий не наставляет его по этому вопросу. Моисей, услышав из горящего куста голос Отца, мог задать вопрос, «Ты ли это, Отец Мой?» и получить резонный ответ, «Я Бог Отца Твоего». В этом случае данное выражение более чем уместно. Сказано. Пророк Осия, 11 глава, 4 стих. «Узами человеческими влёк я их узами любви, и был для них, как бы поднимающий ермо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». То есть Господь влечёт нас к Себе, собеседует с нами в категории нашего понимания, любви и дружественного расположения. На начальных этапах пророческого диалога подобное возможно, даже совершенно необходимо. Анкелос в своём торгуме считает данное выражение обобщающим и не относит его к Амраму, отцу Моисея. А вот эта сложная конструкция Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова с трёхкратным произношением имени Бога указывает на троичность Создателя. С другой стороны, говоря о Боге Авраама, Боге Исаака и Боге Иакова, Пятикнижие подсказывает нам, что опыт Бога общения каждого человека неповторим. В таком контексте слова «Я Бог Отца Твоего» могут означать «И у Твоего Отца был свой опыт богообщения, и Твой опыт будет иной, чем у Него». То есть, впитывая добродетель Авраама веру, впитывая добродетель Исаака, надежду, и добродетель Иакова, любовь, ты, Моисей, знаешь, чему можно последовать в жизни Твоего Отца, от чего и уклониться. Возникает и следующий вопрос по шестому стиху «Почему Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога?» Может быть, Моисей, совершивший убийство египтянина, не считал себя достаточно чистым, чтобы взирать на славу Господа в Его божественном присутствии. Сказано же «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея 5.8 «Но проблема намного сложнее». Сказано «Бога не видел никто никогда». Евангелие от Иоанна, 1 глава 18 стих. И еще «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариви и среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы, крылатой, которая летает под небесами». Второзаконие, 4 глава, 15 по 17 стих. Таким образом, в Библии оспаривается сама возможность видеть Бога, но допускается возможность созерцать славу Его присутствия. Но здесь заключается и великая опасность. Ведь человек, созерцая славу божественного присутствия, может принять за Бога то, что не является Богом. И тогда, отождествив нечто тварное с Творцом, он впадет в грех идолопоклонства, назовет что-то, подумает о чем-то или о ком-то, как о Боге. Похоже, что подобный страх принять за Бога то, что не есть Бог, испытывают и небожители, сказанную пророку Исаии. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу, и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаия, шестая глава, второй, третий стих. Вся суть споров вокруг фаворского света связана с теми же опасениями, поэтому Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, ибо или принять за Бога то, что Богом не является. И далее мы читаем исход 3 глава 7 стих «И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его я знаю скорби его». 7 стих связывает эту главу с отрывком из первой главы книги «Исход», где рассказывается о стенании еврейского народа под египетским владычеством. Здесь уместно напомнить, о чем мы говорили ранее, увидел, то есть объективно оценил, услышал, это значит услышал молитвы и мольбы, которые превратились уже вопль, как молитва может превратиться в вопль отчаяния. Очень наглядно говорит Пятый Псалом. В начале этого Псалма мы находим слова «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Пятый Псалом, восьмой стих. Здесь Давид как бы говорит «Услышь слова, уразумей помышления, когда у меня есть силы встать на молитву, выслушай ее, а когда нет, взгляни в сердце мое». Мы знаем, что корень слова «хаги-ги», «хага», несет смысл по значению находящейся на грани между озвученной в слове мыслью и мыслью неозвученной. Так вот, здесь имеются две просьбы. Пока еще нет самой молитвы, но Давид приготовляется к молитве, уже обращается к Богу с просьбой, во-первых, услышать, послушать его говорение, а во-вторых, понять то, что еще не говорится. А находится у него в сердце или находится на грани произнесения. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными, испытующие же сердца знают, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, послание глава 26-27 стих. Далее Давид продолжает свою мольбу на уже понарастающий «Внемли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». Пятый Псалом 3-й стих. Начиная со слов, он переходит к разумению и далее следует уже глаз вопля, но это еще не все. Пророк Давид, посвященный в тайны духовного мира, восклицает «Господи, рано», то есть рано «Утром». «Услышь голос мой рано», то есть «Утром предстану пред тобой и буду ожидать». Пятый Псалом 4-й стих. Здесь два раза сказано «Бокер, бокер», «Утро, утро, рано, рано». Требуется как-то это объяснить. Если мы попросили о чем-то человека один раз за одно утро, то мы вряд ли осмелимся в то же утро на повторную просьбу, но Бог не человек. И давая, Он ничего не теряет, а принимая, ничего не увеличивает в себе, как учит Блаженный Агустин, и, следовательно, проявляя свою заботу, Господь делает нас отчасти причастниками некой самодостаточности. О доме, в котором поселился Божий пророк Илья сказано «Мука в катке не истощалась и масло в кушине не убывало по слову Господа, который Он изрек через Илью». Третья книга царей, 17-я глава, 16-й стих. Но почему такая молитва должна звучать именно утром? «Рано, рано», говорит Давид, сказано, «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». «По милосердие» слова из 5-го псалма «Предстану перед тобою и буду ожидать», показывает, какая молитва непременно будет услышана. слово «Предстану» по-еврейски «Эрох» означает строй, ряд, как бы воинский строй, воинский ряд, слова «И буду ожидать» в контексте книги «Исход» означают «Буду ожидать», то есть «Твое решение», «Твой суд». И в книге «Плач, плач Иеремии» «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». Пока ты просто собираешься помолиться или только думаешь об этом, ты, конечно, хочешь, чтобы Бог созерцал это твое нумерение, но этого недостаточно, этого мало. Когда ты начал молиться, но твоя и моя молитва не объединены в единый молитвенный крик и даже вопль, когда мы предстоим отрядами эр-рох как строй, как отряд или хотя бы ряд, то и этого недостаточно и мало. Но если этот вопль уже крик души всего народа, то Бог не просто объективно оценил реальность, увидел и услышал вопль, он принял решение. Как ответить на эту ситуацию? То есть совершил свой суд между нами и нашими обидчиками и вынес решение. сейчас во многих отношениях некоторые наши страны и страны наших соседей близки к воплю отчаяния и готов Господь принять решение и по нашему поводу и по поводу других. слова «Я знаю скорби Его», то есть народа Израиля, свидетельствуют и о том, что Богу известны и все наши физические страдания и душевные потрясения. И далее мы читаем книга Исход, 3 глава, 8 стих. «И иду избавить Его». Здесь о народе Бог говорит в единственном числе. Бог не говорит «И иду избавить их», но говорит «Иду избавить Его». То есть пока мы это их территория, их земля, Бог нам не поможет. Мы разобщены. Россия разделена по партийным мировоззренческим сектам, по социальному расслоению слишком бедные и неприлично богатые. И только тогда, когда беда, общая беда объединит всех, Бог может поспешить на помощь нам и тем, которые, может быть, страдают от нас и из-за нас. И здесь Бог говорит «И иду избавить Его от руки египтян и вывести Его из земли сей и ввести Его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед в землю Хананеев, Хетеев, Амареев, Ферезеев, Геркесеев, Ивеев и Фусеев. Земля – это твой внутренний мир, твоя душа – это рай, который должен хранить вас, сделать, но ты должен прогнать эти семь народов, которые символизируют семь смертных грехов и сокрушить идола в своем сердце и построить храм, как сказано, верую вселиться Христу в сердца ваши. Святые отцы обращают внимание на странное и почти сказочное описание святой земли иду в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Данное словосочетание свидетельствует скорее не об особенности самой земли, в действительности не такой пространной ее плодородие и богатство не об этом идет речь, а о той чудесной защите и помощи, которую Господь представляет законно обитающим на ее просторах людям. Но есть и более духовное алгорическое истолкование этого текста. Учитель церкви Тартулиан пишет Иисус Христос второй народ которым мы являемся племена ранее влачившее существование в пустыне века сего должен был ввести в землю обетование источающее мед и молоко то есть в обладании жизнью вечной которой нет ничего слаше и это не через Моисея то есть изучением закона но через Иисуса то есть благодать нового закона должно было произойти если мы совершим обрезание острием каменным то есть заповедями Христа ибо Христос есть камень многообразно и многовидно предсказанный поэтому тот муж пришествие которого приуготовлялось в образах того таинства был также предсказан по имени Господнему что Иисусом наречется здесь Тартулиан сравнивает Христа с Новым Моисеем но в отличие от исторического Моисея Мессия Христос ведет нас не к узкой полоске земли растянувшейся вдоль восточного побережья Средиземного моря но на простор землю пространную Царства Небесного сладость жизни в котором в этом Божественном мире сравнима со вкусом молока и меда но чтобы нам туда войти советует Тартулиан нам надо обрезать сердце свое острым каменным то есть заповедями Христа ибо Христос есть камень удивительные образы сравнения примеры патриарх Авраам точно называет себя пришельцем и поселенцем потому что он тоже искал этого Отечества сказано и отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал я у вас пришелец и поселенец дайте мне собственность места для гроба между вами чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих Бытие 23 глава 3-4 стих Патриарх Яков отвечая на вопрос фараона сколько ему лет отвечает дней странствования моего 130 лет малые ничтожные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их Бытие 47-9 слова апостола Павла что некоторые праведные не вошли в землю обетованную и не созерцали красоты ее а только издали видели оное прямо относятся и к Моисею и к Арону таким образом в духовном смысле история исхода это смещенная история о спасении всего рода человеческого а не одного еврейского народа от фараона мыслимого то есть дьявола и движение через исполнение святого закона и очистительную систему жертвенного служения гостода нашего Иисуса Христа в небесный Ханаан Царствие Божие это то что в каждом отдельном случае то что касается нас это еще должно исполниться и мы читаем далее и вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня и я вижу угнетение каким угнетают их египтяне здесь повторяется то что мы уже читали в седьмом стихе но с некоторым отличием там в седьмом стихе причина страданий вопль его от приставников а здесь в девятом стихе Господь говорит я вижу угнетение каким угнетают их египтяне то есть государственный геноцид государственный терроризм самая страшная форма терроризма это не частный террор бомбистов каких-то именно государственный терроризм и вот государственный геноцид против еврейского народа сменяется общенародным антисемитским погромом потому что уже все египтяне стали нападать на них когда евреев прессингуют не только государственная машина но и сам этот прессинг верующих во единого Бога людей сменяется общенародным погромом угнетают их египтяне то есть уже не только надзиратели то есть все египтяне именно поэтому египетские казни по справедливости обрушатся не только на дом фараона но и на весь Египет при молчаливом согласии которого а потом и при их египтян участие осуществлялся геноцид потомков Авраама Исаака Иакова конечно Бог видит и слышит каждого живущего на земле но взвешивая всю эту информацию образно говоря на весах своего правосудия и милосердия он стремится осуществить равновесие между двумя этими чашами весов это как бы сотрудничество в домостроительстве спасения рода человеческого двух божественных имен Элугим Элугим означающего меру божественного суда и Ягве и имени Ягве означающего меру божественного милосердия а в бытие 15-16 сказано в четвертом роде возвратятся они сюда ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась здесь говорится о том что Бог хотя Бог и отдал землю Аврааму и его потомству задолго до исхода из Египта но так как мера беззакония Амареев еще не наполнилась правосудный не видел основания тогда во дни Авраама согнать местных жителей с этой земли то есть на весах божественного правосудия взвешивается не только судьба отдельных людей но и целых народов племен и языков в данном случае мера преступления египтян как и мера преступления жителей Ханаана достигли своего предела суды Божие ожидали теперь Египет как и Ханаан когда-то сказано Псалом 79 с 9 по 12 стих из Египта принес ты виноградную лозу выгнал народы и посадил ее очистил для нее место и утвердил корни ее и она наполнила землю горы покрылись тенью ее и ветви ее как кедры Божия она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки истолковые слова вопль сынов Израилевых дошел до меня Блаженный Августин пишет что этот вопль был не как вопль садамлян который означает вину без страха и стыда его истолкование нетрадиционно для рассматриваемого текста из книги Бытия обычно вопль садомский рассматривается как вопль жертв пострадавших от жителей Содома здесь это крик вопль грязного оргазма блуда ненаказанного и от того потерявшего всякую осторожность даже стыд как сказано у Исаии выражение лиц их свидетельствует против них и о грехе своем они рассказывают открыто как садамляне не скрывают горе души их ибо сами на себя навлекают зло Исаия 3 глава 9 стих таким образом мы видим что Бог обращает внимание не только на вопль угнетенного но и на торжествующий вопль насильника убийцы эксплуататора злодея и тирана а ведь именно эти 4 категории вопля от лица земли доходят до слуха Господа Бога и он начинает творить суды свои я напомню то о чем мы уже говорили вот грехи вопиющие от земли первое убийство сказано было Каину и сказал Господь что ты сделал голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли Батие 4 10 второй содомский грех и сказал Господь вопль содомский и гоморский велик он и грех их тяжел он весьма сойду и посмотрю точно ли они поступают так каков вопль на них восходящий ко мне или нет узнаю Батие 18 глава 20 по 21 стих 3 эксплуатация трудящихся вот плата удержанная вами у работников пожавших поля ваши вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Сваофа послание Иакова 5 4 и четвертый вопль злодейство по отношению к вдовам и сиротам вот читаем ни вдовы ни сироты не притесняйте если же ты притеснишь их то когда они возобьют ко мне я услышу вопль их и воспламенится гнев мой и убью вас исход 22 глава 22 по 24 стих вопль сынов Израилевых мог вмещать в себя все формы вышеперечисленных злодеяний ведь египет и и жестокие формы убийства и дикие формы сексуальных издевательств и унижений в том числе и гомосексуального характера и бессовестную эксплуатацию рабов и вольнонаемных и презрение к вдовам и беспризорным детям мир в котором мы с вами живем тоже приближается к тому порогу за которым божье долготерпение прекращается и начинаются жестокие суды и казни описанные в грозных пророчествах апокалипсиса и прежде всего в десяти казнях египетских и далее мы читаем 3 глава 10 стих и так пойди я пошлю тебя к фараону царю египетскому и выведи из Египта народ мой сынов израилевых Бог как бы говорит своему избраннику пойди и выведи если я посылаю тебя как бы говорит Бог я и обеспечу благоприятный исход для этого дела веренное тебе от тебя же требуется только повиновение моей воли и далее 3.11 Моисей сказал Богу кто я чтобы мне идти к фараону царю египетскому и вывести из земли сынов израильевых пророк Божий Моисей находит три причины для отказа Господу первая причина кто я чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов израилевых исход 3.11 вторая причина а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут не являлся тебе Господь что сказать им исход 4.1 третья причина человек я неречистый и таков было вчера и третьего дня и когда ты начал говорить с рабом твоим я тяжело говорю и косноязычен исход 4.10 и Моисей отказывается Моисей сказал Господи пошли другого кого можешь послать исход 4.13 и так я слишком малозначителен чтобы предстать пред фараоном тем более выполнять это ответственное поручение Бога мне никто не поверит что я посланник Бога Господи ты сам слышишь что я не умею говорить внятно да кто я такой вообще пошли другого кого сочтешь достойнее казалось бы безвыходная ситуация но так ли это на самом деле рассмотрим первое возражение Моисея обратим внимание на ответ Богу в подобной же ситуации оказавшегося пророка Иеремии книга Иеремии 1 глава 6-7 стих а я сказал о Господи Божий я не умею говорить ибо я еще молод но Господь сказал мне не говори я молод ибо ко всем кому пошлю тебя пойдешь и все что повелю тебе скажешь Моисей Моисей не может подобно Иеремии сказать я молод но объединяет Моисея и Иеремию величайшая богобоязненность перед тем поручением которое предлагает им Бог а разве пророк не должен быть богобоязненным на второе возражение Моисея что ему мог не поверить Библии сказано и так вера от слышания а слышание от слова Божия послание к римлянам 10 17 то есть говори не от себя а говори от слова Божия и тогда люди услышат и еще и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасные ноги благовествующих мир благовествующих благое послание к римлянам 10 15 проповедующий может и даже должен сомневаться в себе самом но никогда не должен сомневаться в Боге и когда на страницах Библии мы встречаем такие места где Божьи избранники как будто возражают как будто не принимают некое обетование это совсем не означает что они усомнились в Боге но означает только то что у них есть сомнения и порой обоснованные сомнения с точки зрения человеческой логики относительно себя самих и не более того сказано Господь сказал Моисею кто дал уста человеку кто делает немым или глухим или зрячим или слепым не я ли Господь Бог и так пойди и я буду при устах твоих и научу тебя что тебе говорить исход 4 глава 11-12 стих если Бог дает уста он может и научить говорить если Господь делает глухим то он силен и открыть слух к разумению Писания на третье возражение Моисея о том что он косноязычен скажем но разве от себя говорят пророки 2 Петра 1 глава 21 стих ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые Божьи человеки будучи движимые Духом Святым сказано в книге чисел Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле числа 12 глава 3 стих все эти качества Моисея и обостренное чувство несправедливости и величайшая кротость и смирение соединенное с глубокой богобоязненностью позволили ему стать пророком о котором сказано в Пятикнижиях и не было боли у Израиля пророка такого как Моисей которого Господь знал лицом к лицу второзаконие 34 глава 10 стих и еще в послании к римлянам сказано ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил послание к римлянам 8 глава 29 и 30 стих далее исход 3.12 и сказал Бог я буду с тобой и вот тебе знамение что я послал тебя когда ты выведешь народ мой из Египта вы совершите служение Богу на этой горе слова я буду с тобою и вот тебе знамение могут означать что с этого мгновения ты сам будешь осознавать божественное присутствие рядом с собою это будет для тебя сильнейшим знамением свидетельством моего особого благоволения по отношению к тебе многие христиане чувствуют чуть ли не физически как Господь по жизни ведет нас в той или иной форме каждый верующий в Бога должен стремиться к ощущению особой близости к Богу сказано дабы они то есть люди верующие искали Бога не ощутят ли Его и не найдут ли хотя Он и недалеко от каждого из нас книга Деяний 17 глава 27 стих Слова когда ты выведешь народ мой из Египта вы совершите служение Богу на этой горе могут означать не спеши благодарить меня за те новые ощущения которые ты переживаешь теперь потом вы все вместе как народ испытаете нечто подобное и совершите служение Богу на этой горе с другой стороны под знамением совершенно неожиданно понимаются события которые произойдут в будущем и вот тебе знамение что я послал тебя когда ты выведешь народ мой из Египта вы совершите служение Богу на этой горе в таких словах Бога Бог как бы говорит что евреям будет за что восхвалять Господа когда они дойдут до этого места и далее мы читаем 3 глава 13 стих книги Исход и сказал Моисей Богу вот я приду сынам Израилевым и скажу им Бог отцов ваших послал меня к вам они скажут мне как ему имя что сказать мне им тема сегодняшней лекции беседы имя Божие крепкая башня сегодня у нас беседа более длительной будет потому что тема более интересная конечно речь идет не о попытке узнать некое слово его правильную артикуляцию произношения речь идет об особом раскрытии Бога в этом мире о той возможной высоте на которую может подняться Божий народ в своем исходе из Египта то есть мера Божьих судов как могло казаться евреям раскрывалась в имени элогим Бог правосудный и теперь они могли со всяческой настойчивостью ждать раскрытия божественного милосердия в имени Иегова Яхве Господь поэтому слово сочетание они скажут мне как имя ему как имя его как ему имя может означать в их устах мы не видели меру его милосердия мы видели меру только его суда и его правосудности только то есть Моисей не мог прийти просто с пустыми руками и сказать подождите еще немного и все будет в порядке да Бог наказывает вас но когда-то придет и благословение и вот в русском народе есть вот это ощущение что должно произойти возрождение Руси в идеалах древней Руси в святости древней Руси вот этот извечный наш поиск города Китежа когда когда же это наступит мы устали от судов Божьих как бы это написано на наших лицах исход 3.14 Бог сказал Моисею я есть сущий по-славянски сын и сказал так скажи сынам Израилевым сущий иегова послал меня к вам что означает это имя сущий в транслитерации синодальной Библии иегова надо сказать что четырехбуквенное имя Бога не является словом в еврейском языке в полном значении того что такое слово слова то есть не имеет никакой строгой определенной семантической нагрузки комментарии говорят что оно состоит из тех же самых букв которые входят в слова ХАЯ был ХОВЕ есть ЯХЕ будет в этом содержится намек на вечность и неизменяемость Всевышнего то есть это четырехбуквенное имя это как бы наложенное друг на друга три слова был есть будет и самый адекватный перевод на славянский язык это как раз СЫ СУЩИ СУЩИ то есть самодостаточный в оригинале мы видим слово ХАЯ которое означает жизнь в трех временах был есть будет помните после Октябрьской революции когда Ульянов Ленин умер большевики среди которых было много лиц еврейской национальности в том числе тех которые знали тайну имени Божьего по отношению к этому трупу применили как некую мантру зубрилку слова Ленин жил Ленин жив Ленин будет жить то есть его поставили на педестал божества это было самое страшное осквернение имени Всевышнего применить по отношению к человеку раскрытие этого святого тайного по-настоящему непроизносимого имени Бога и такое могли сделать только те которые знали сематику этого имени святые отцы с величайшим благоговением относились к этому имени например Афанасий Александрийский пишет как одно начало и поэтому один Бог так подлинно истинно и действительно сущая сущность и ипостась есть единая именно та которая говорит я есть сущий а не две сущности иначе будут два начала от единой же сущности есть слово логос сын премудрость ее собственная и неотлучная от нее сила по естеству и истинно сын конец цитата святитель Афанасий обращает внимание на то что есть единая божественная сущность которую мы не разделяем есть три ипостаси этой божественной сущности которую мы не смешиваем и вот это имя в своей таинственной сложной композиции как бы подводит нас к этой тайне непостижимого Бога когда одно имя есть наложение трех слов и каждый из этих слов свидетельствует о жизни а разве мы не называем Бога жизнодавца да называем сказал Господь я сущий ты скажешь сущий послал меня это есть истинное имя Бога быть всегда восклицает один из древних экзегетов то есть Бог всегда жизнодавец он всегда сущий а мы по отношению к сущему Богу который самодостаточен мы существующие если нам перекрыть подачу воды или газа или кислорода денежных средств или чего-то еще наше существование вскоре прекращается потому что оно зависит от очень многого в отличие от Бога который не нуждается ни в чем потому что самодостаточен он есть он был и он будет тайна божества это тайна нашей веры и нашей силы имя Божие это крепкая башня и правильно делает праведник когда скрывается в ней святитель Григорий Назианзин пытается дать анализ греческому слову и раскрыть его корневые основы на что они указывают он хочет понять значение этого имени сый сущий и раскрыть его корневые основы у нас есть слово славянское слово Бог но мы говорили что это указание на правосудность а имя Господь это тот который одинаково владеет твоим и моим прошлым настоящим и будущим это значит что в его власти как наше прошлое так наше настоящее и наше будущее и если мы выстраиваем с ним правильное отношение то меняется все далее мы читаем Исход 3.15 И сказал еще Бог Моисею так скажи сынам Израилевым Господь Бог отцов ваших Бог Авраама Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род И когда вы читаете русско-славянскую Библию всякий раз когда вы видите слово Бог это калька перевод с греческого феус с еврейского элогим то есть правосудность но когда мы читаем с вами славяно-русскую Библию там слово Господь это калька со слова кириус греческого еврейского иеговы ияхвы то есть тот который объемлет все и вся в жизни каждого существа и сказал еще Бог Моисеев так скажи сынам израильевам Господь Бог отцов ваших Бог Авраам Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род Бог не стыдится называть себя именами своих избранников Бог Авраама Бог Исаака и Бог Иакова здесь конструкция перевода не передает как бы всего смысла здесь говорится все-таки о том что вас послал тот который и в будущем будет вам помогать и есть предание что когда Моисей услышал это он сказал Господи они еще не вышли из Египта а ты уже говоришь о следующих пленениях которые они переживут о следующих галутах может быть скрыть от них подлинный смысл твоего имени что ты всегда готов помогать что ты потом будешь помогать вот это потом их напугает вот это сейчас уже достаточно но Бог который создал нас Бог который поддерживает наше существование в настоящем ему же принадлежит наше будущее Христос говорит я есть альфа и омега первый и последний начало и конец подлинный смысл человеческой истории но здесь Господь как бы смягчается он как бы понимает что если объявить что это первый галут то есть первое изгнание так они могут крайне расстроиться и вот что мы находим 3 глава 16 по 22 пойди собери старейшин израилевых и скажи им Господь Бог отцов ваших явился мне Бог Авраам Исаак Иакова и сказал я посетил вас и увидел что делается с вами в Египте и сказал я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев Хатеев Амареев Фаризеев Эввеев и Эфусеев в землю где течет молоко и мед и они послушают голоса твоего и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему Господь Бог евреев призвал нас и так отпусти нас в пустыню на три дня пути чтобы принести жертву Господу Богу нашему но я знаю продолжает Господь что царь египетский не позволит вам идти если не принудить его рукой крепкой и простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими которые сделаю среди его и после того он отпустит вас и дам народу сему милость в глазах египтян и когда пойдете то пойдете не с пустыми руками каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд и вы нарядьтесь ими и сыновей ваших и дочерей ваших нарядьте и оберете Египет получив такие подробные описания того что должно произойти Моисей укрепил свою веру он понял что сущий это тот который был который есть и который будет это тот который как вездесущий присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства и время и небеса небес не могут вместить его теперь Моисей уже четко знал что он не может уклониться от исполнения этой миссии он должен осуществлять ее несмотря ни на какие свои недостатки в том числе и физические и на то что он был косноязычен и на то что он был стар в преклонных летах и на то что статус его был уже не принц Египта а гонимого преступника обвиняемого в убийстве ему не надо теперь на все это смотреть но он знал теперь одно рукою крепкою Бог паразит Египет и он теперь знает имя Бога а его имя это крепкая башня куда убегает праведный в одни несчастья и современные фараоны которые угнетают верующий народ должны знать что великие египетские обрушатся на них статуи и стуканы и рукой крепкой Господь освободит свой народ в нашем случае наш русский народ сокрушит все эти измы коммунизмы стройки перестройки и рано или поздно молитвы будут услышаны как он устал наш народ как он измучился под этими фараонами с их разными династиями меняются только династии а нам кажется что как бы меняются политические формации это не так те же самые люди то социалистическая династия то демократическая династия то теперь уже откровенно плутократическая там наследственная ненаследственная мы устали от этих династий от этих злых и коварных фараонов и мы знаем что они сами не выпустят власти своих рук пока казнями грозными господь не прострет руку свою над землями которые находятся под их тираней и не свыше дело освобождение нашего народа и любого другого народа который стенает под игом своих персональных собственных фараонов но самое главное нам избавиться от власти фараона мыслимого то есть дьявола от той несправедливости который царит в наших землях и бог пошлет и новых моисеев и новых аронов служителей церкви которые возвысят свой голос громко и ясно да будет так и самое последнее мы говорим о именем божьем и о том что имя божье это крепкая башня и правильно поступает праведный когда прячется в ней давайте вспомним что в книге Деяний Святых Апостолов рассказывается о том как Саввел дыша угрозами и убийствами на христиан шел из Иерусалима в Дамаск чтобы перенести гонения на христиан из Иерусалима в Дамаск и у него были письма от пересвященников чтобы он действовал со всякой властью и силой среди еврейской диаспоры Дамаска и когда он приближался к Дамаску внезапно осиял его свет с неба и он услышал Саввел Саввел что ты гонишь меня и он спрашивает кто ты Господи евреи же не верили во многих богов он хочет узнать с каким именем Бог останавливает его с каким именем Бог пришел в реальность земного мира Авраам услышал имя Бога Эль-Шадай Моисей Эхье Ашер Эхье Иегова Яхве Саввел слышит новое Я Иисус которого ты гонишь трудно тебе идти против рожна и в Новом Завете сказано нету другого имени под небом которым надлежало бы нам спастись имеется ввиду имя Господа нашего Иисуса Христа имя Божье крепкая башня и правильно делает праведный что убегает в нее сейчас такие дни когда надо именно спасаться в этой башне потому что никакие уже внешние обстоятельства не могут нас сохранить и защитить но для того чтобы нам найти путь к этой башне нам надо свернуть с прежнего пути сбросить сандалии мертвости и облечься в желании благовествовать мир этому миру лес дж свернуть н не башне сверти башне подари кофе башне башне